Сгодно с прогнозом Национального центра по гриппу, в наступном зимовом сезоне уздым захворываемости прогнозуется на конец студения, початок лютого 2020 года. Ее узровень вызначается как средняя интенсивность. Хоть не в опущенную чергу ситуация будет залежать от поводина у самих людей. С нюансами подрыхтолки до чергового эпидсезона ознайомились наши корреспонденты. Гэты лишь бы огучены на одном из опущенных посаджений у Гомельского гарвы Конкама. Керевники только 66 из 331 предприемства города заказали вакцину с упрозь гриппу у необходной колькости. При этом 114 организации вырешили вакцинацию не проводить. Беда и самая расповсюдженная спасылка – отсутность необходимых для набития пришепок сродков. Какие суммы спотребятся на оплату листкову непроцесс дольности у вынику захворывания працучих? В таких выпадках, звичайно, не подличывается. Хоть есть и становчивые приклады. Акционерное товариство Гомельшкло вырешило зарабить пришепки больше 90% специалистов. Увагу ля медикираюць прыща петь не меньше 40% работников. Гэта дазволясь пазбегнуть с успышки на предприемстве захворываемости на грипп и в острые респираторные вирусные инфекции. Темболь, што выбор вакцин сё лето ёсць. У нас в Гомельской области представлены вакцины различных производителей. Россия Гриппол Плюс, Нидерланды Инфлювак и Вакси Грипп Франция. Вакцины отличаются только производителями. Все они содержат одинаковый состав вирусов. То есть в состав всех вакцин входят подтипы вируса А, H1N1, H3N2 и вирусы Гриппа В. По кулю дельная вага гриппу, а гульной колькости простудных захворываний ускладае меньше як 0,2%. Але подчас эпицезону гэта ележба верагодно повелишится. З улікам тяжких наступств, які може выкликать грипп, медикирают ставиться до свого здоровья больше уважлива. В першую чергу гэта тышыцца так званых «груп-рызыки». Причем размова не только об махчимой вакцинации, але и інших профилактичных мерах. От правильного харчавання до выбору оденя з улікам надворья. Правила болеют в эпицезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, в основном дети. И процент заболеваемости в общей структуре занимает до 80%. Поэтому предстоящий эпицезон мы настоятельно рекомендуем прививаться детям, особенно от 6 месяцев до 3 лет, когда еще иммунитет совсем слабо выработан, людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями и население, которое трудится в обслуживающей сфере, в том числе медицинские работники.